Ну что, продолжаем наш эфир. Игорь Петренко, доктор политических наук, эксперт аналитического центра Объединенной Украины, подключается к эфиру канала Freedom. Приветствую вас. Здравствуйте, Игорь. Слушайте, ну, получается, что и в другом регионе сейчас вспыхнул военный конфликт уже, действительно, уже вспыхнул, уже об этом можно говорить как о совершенном действии. Вы, что думаете, может ли это стать очередным инструментом влияния Российской Федерации на мировое сообщество? Ну, смотрите, Российская Федерация, безусловно, она заинтересована в том, чтобы создавать новые очаги. Горячее давление, влияние на Запад, на Соединенные Штаты Америки. Мы пристально следим за тем, что может происходить, допустим, в Приднестровье, то, что может происходить на Балканах. Ну, и то, что мы видим тоже в других регионах, в том числе и Израиль, Газа и так далее. То есть, цель Российской Федерации – это максимально ослабить Запад, расколоть его, отвлечь его от войны к Украине, для того, чтобы иметь возможность достичь здесь хотя бы каких-то целей, которым пока Путину не удается достигать. Поэтому, как по мне, здесь должен быть комплексный ответ Запада, Европейского Союза, ну, Запада в целом, всех цивилизованных стран, демократических стран, понимая то, что они фактически уже сейчас находятся в глубокой холодной войне. Как минимум, с Российской Федерацией, еще мы четко можем видеть формирование определенной такой оси зла, там, где есть Иран, там, где есть Россия и там, где определенную роль играет и Китай. Ну, еще и Северную Корею сюда тоже можем назвать. И поэтому, как раз, должен быть систематический, комплексный ответ, в том числе и как раз в контексте того, чтобы четко бить по зубам агрессорам, да, там, где они пытаются действовать уже конвенциальным образом, да, то есть военным образом и поддерживать своих союзников и партнеров. Вот, но пока, к сожалению, мы видим дискуссии идут определенные, еще нет как раз четкого понимания тех отношений, в которых, фактически, тех угроз, которые несет в том числе Российская Федерация. Ну, и пока как раз мы на пути выработания этого общего подхода и готовности к систематическим и серьезным действиям. Игорь, давайте теперь поговорим о теме, которую, ну, тем или иным образом мы касаемся регулярно в эфирах телеканала Freedom. Это так называемые президентские выборы в Российской Федерации. Владимир Зеленский недавно четко в одном из своих интервью заявил о том, что после выборов, так называемых выборов президента РФ, которые запланированы на март 2024 года, западным лидерам предстоит решить, признавать ли легитимность диктатора Владимира Путина, если он на них пойдет и выиграет. Вот скажите, пожалуйста, если эти так называемые выборы все-таки состоятся, стоит ли ожидать единоголосной, ну, вот на самом деле, такой четкой позиции многих стран, стран-союзников, как это принято говорить, всего цивилизованного мира, чтобы не признавать диктатора Путина победителем этих выборов? Ну, победителем он станет, если пойдет в любом случае, кажется. Да, это хороший, безусловно, вопрос. И мы имеем уже определенные прецеденты, которые нам как раз говорят о том, что страны, наши партнеры, западные страны, они готовы к тому, чтобы быть максимально сдержанными. Да, в контексте выборов Российской Федерации и определенных реакций. Ну, у нас есть парламентская ассамблея Совета Европы, которая приняла резолюцию, о которой говорится о том, что они признают самого Путина и режим в Российской Федерации как диктатуру. Безусловно, парламентская ПАСЭ – это рекомендательная резолюция, но все равно это определенный маркер, который формирует уже отношение к тому, что будет происходить в Российской Федерации. И когда десятилетиями лидер пребывает в власти, когда нет свободы слова и так далее. То есть полное нивелирование всех демократических принципов. Все, что мы сейчас видим в Российской Федерации, безусловно, это должно подталкивать Запада к тому, чтобы соответствующим образом действовать. И, конечно же, одно из этих решений – это то, чтобы не признавать выборы в Российской Федерации. Но непризнание – это же не просто словесное высказывание, что вот мы, значит, не признаем, а это конкретные действия. Это фактически разрыв дипломатических отношений, это полная изоляция и игнорирование Российской Федерации. И, очевидно, это работа на то, чтобы вернуть конституционный, легитимный режим в Российской Федерации. И вот здесь становится закономерный вопрос – а готовы ли действительно наши партнеры и идти дальше, кроме как результательной резолюции ОПСФ. И он пока открыт. Поэтому то, что поднимает, говорит Зеленский, это, безусловно, правильно. То есть мы уже сейчас должны задать этот вопрос, озвучить и опираться на уже принятые решения, как резолюция ОПСФ, в том, что мы хотим какой мир, скажем, строить. Мы хотим подыгрывать диктаторам, заигрывать с ними, особенно те, которые ставят себе цель уничтожения цивилизованного мира, который существует. Либо мы действительно готовы бороться с этим и ограничивать, и делать все возможное для того, чтобы Путин не был при власти и не имел возможности принимать те опрометчивые решения, которые он сейчас принимает, поскольку это вопрос для всех абсолютно. Но, к сожалению, сказать, что это очень предметная дискуссия или то, к чему уже готовятся наши партнеры, то есть непризнание выборов в России, пока сказать сложно. Но то, что определенные дискуссии есть, есть определенные решения, как маркерные, на которые стоит опираться, но это тоже факт. Игорь, а как вы считаете, после того, как Путин все-таки формально вступит в должность, как поменяется его риторика и его действия? Военные, конечно, говорят о том, что может даже начаться военное весеннее наступление, к чему, собственно, и формируется группировка. Да, конечно, все будут понимать, откуда это может начаться. Сейчас имеем доступ к разведыванию информации и так далее. А политически что произойдет, как думаете? Ну, политически что произойдет? Ну, первое, к чему нужно готовиться нам и российскому обществу, это к мобилизации. Это, я думаю, однозначно после того, как Путин будет избран, он, ну, вряд ли он, возможно, объявит всеобщую мобилизацию, но она будет намного шире и больше, нежели это и сейчас, даже если она будет скрытой мобилизацией. Это нужно понимать. А дальше, ну, попытаться, скажем, опять сделать там марш-бросок на Киев и так далее, сомнительно. Но попытаться сделать отвлекательный маневр, чтобы отлить силы, возможно. Но я думаю, что он больше сосредоточится, во-первых, на удержании тех территорий, которые есть, то есть еще глубже окопаться, еще больше заминировать и так далее. И второй момент – это сделать ставку, окопавшись в одних местах, да, сделать ставку больше на Луганскую и Донецкую области. То есть, если помните, это одна из таких риторик тоже была о том, что вот мы должны освободить там Донецкую и Луганскую области и так далее. Вот попытаться, возможно, сделать такое, но милитаризм Путина, он точно не иссякнет, а будет только наращивать. И здесь очень важно, что мы этому противопоставим. Когда я говорю «мы», это не только Украина, но и в том числе наши партнеры. То есть, готовы ли мы к новому витку санкционного давления? Готовы ли мы к тому, чтобы максимально бить по тем сферам, с которых Российская Федерация ангажирует деньги для агрессии? Готовы ли мы полностью попытаться прекратить возможность того, чтобы Российская Федерация имела доступ к технологиям? К сожалению, обход санкций существует, и это тоже достаточно большая проблема. А дальше готовы ли мы предоставить Украине все необходимое вооружение для того, чтобы она могла сдерживать и освобождать свои территории в войне с Российской Федерацией, которая явно не собирается останавливаться? Важный еще, наверное, момент все-таки, что, скорее всего, Путин захочет еще больше закручивать гайки. Спросите, куда еще дальше, да, наверное, но все-таки еще есть, мы видим, что есть определенные башни Кремля, которые имеют не всегда согласие с Путиным решением, которые он принимает. Он принимает тот же пригоженский мятеж, это определенный показатель этой ситуации. Поэтому он захочет еще больше контролировать ситуацию, еще больше чувствовать себя в безопасности. И много чего будет зависеть от реальных цифр. Мы реальные цифры с вами не узнаем о выборах президента, но Путин, я думаю, он будет видеть. И это вопросы явки и всего остального, что тоже может быть тревожным звонком. Если он увидит определенный брак легитимности в его глазах и падение реальной поддержки, то это будет стимулировать его, конечно же, быть еще более жестче, поскольку его паранойя будет точно прогрессировать, и он будет во всех еще больше видеть угрозу, нежели сейчас. И это будет сказываться в принятии его решений и в том, чтобы еще больше полагаться на силовые методы. Игорь, а когда ждать официального выдвижения Путина в президент? Это произойдет до Нового года, по вашему мнению, или уже после? И в так называемой предвыборной кампании вообще Украина упоминаться будет или российский тиран захочет эту тему опять-таки в преддверии так называемых выборов по возможности обойти? Ну, скажем так, они сейчас исходят из того, чтобы не пушить тему Украины, не делать ее в центре внимания, поскольку особых позитивных моментов нет. То есть их главная задача это максимально не раздражать общество, скажем, войной, отклики, которые они чувствуют. Но если ему удастся получить какой-то успех, допустим, в районе Авдеевки или что-нибудь где-нибудь, что он может взять себе на флаг, то, скорее всего, он это возьмет. И, возможно, как раз его выдвижение, оно подтянуто под какие-то успехи на фронте, чтобы выйти победителем на белом коне. Пока у него это не получается, по разной информации он уже несколько раз оттягивал свое выдвижение, как раз в связи с тем, что ему очень хочется в какой-то позитив зайти, с какого-то позитива выйти. Ну, как позитива или успеха. Но пока это у него не получается. Ну, скорее всего, это может произойти, в принципе, до ума, может и после. Тут особого значения нет. Для него имеет значение, это как раз фон, на котором он будет выдвигаться. То есть, конечно же, если это будут успехи в СУ, то для него это будет негативно. И, конечно же, он тогда попытается сыграть что-то во внутреннюю какую-то игру, создать какую-то штучную проблему, которую он как победитель попытается решить. И тогда вот сказать, смотрите, что же вы будете делать без меня. Давайте я еще раз пойду избираться, хотя это больше игра на внешнюю аудиторию. Для внутренней аудитории это такая себе история. Понятно, да. В целом, мы обсуждаем с вами инструменты, каким образом Путин собирается якобы победить. Тут, наверное, самый важный это факт, что Путин, скорее всего, останется у власти. Из-за этого нужно строить дальнейшую стратегию войны с Россией. Спасибо вам за участие в эфире, Игорь. Игорь Петренко, доктор политических наук, эксперт аналитического центра «Объединенная Украина» был в эфире канала. Благодарим. Спасибо.